Добрый день, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Предлагаем вашему вниманию обзор выставки детских книг для вас, ребятишки, новые книжки. Михаил Пегов, Леонардо да Винчи, человек из будущего. Люди – неутомимые изобретатели. Еще в глубокой древности кто-то первым догадался придумать к повозке колесо, к лодке парус, а кто-то первым вдел нитку в иголку, кто-то слепил первый кувшин, а кто-то выковал первый меч. Со временем орудия и механизмы становились сложнее. Мы не знаем имена этих людей, но зато нам известное имя жившего 500 лет назад гениального изобретателя Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи известен как гениальный художник, однако сам себя считал в первую очередь ученым. Он придумал вертолет, танк, водолазный костюм, множество полезных приспособлений и даже ножницы. Проектировал город будущего, изучал, как устроено человеческое тело, отлично разбирался в химии. Пожалуй, не было в истории другого такого универсального и разностороннего человека. Дина Арсеньева, медный всадник, главный всадник Петербурга. Чего только не увидишь на знаменитой Сенатской площади в Петербурге. С одной ее стороны нежно светится кораблик на шпиле Адмиралтейства, с другой золотится купол Исаакиевского собора. Прямо перед площадью неспешно несет свои волны река Нева, а также здесь стоит памятник Петру Великому или, как чаще его называют, медный всадник. В этой книге драматическая история памятника итальянского скульптора Фальконе российскому императору Петру I. Памятника, который стал героем знаменитой поэмы Пушкина и до сих пор считается украшением, защитником и визитной карточкой города. Дина Арсеньева, пешком по Невскому. Санкт-Петербург один из самых красивых и необычных городов нашей страны. Ни один город не может похвастаться таким количеством сохранившихся исторических зданий. Санкт-Петербургом можно любоваться бесконечно, просто гуляя по его улицам. Сегодня пройдемся по главной из них, по Невскому проспекту. Невский проспект, краса и гордость Санкт-Петербурга, нашей северной столицы. Автор книги предлагает пройти его от начала и до конца, ознакомиться с достопримечательностями, вспомнить имена выдающихся скульпторов, архитекторов и исторических лиц, а также узнать о событиях, связанных с этими зданиями и местами, и о том, как все изменилось за 300 лет со времен Петра I. Римма Алдонина, Исаакиевский собор. Возведение Исаакиевского собора – одной из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга, предстает перед читателями, как захватывающая история. Как на болотистом грунте могли поставить фундамент храма? Каким способом водружали огромные колонны? Зачем в куполе собора глиняные горшки? Какие скульпторы украшают стены и где изображен сам архитектор? Все ответы на страницах этой книги. Ирина Данилова. Я хочу, могу и делаю. Это книга о дружбе. У двух главных героев, Мячика и Максимки, похожие истории. Оба попали в аварию. Как быть? Как жить? Как принять себя, если ты стал не похож на других? Их неслучайная встреча привела к впечатляющему преображению обоих, которое стало возможным благодаря уникальной дружбе между ними. Максимка не мог ходить и передвигался на специальной коляске. Но его преданность другу, сильный эмоциональный порыв и желание спасти друга помогли случиться чуду. А Мячик, благодаря этой дружбе, обрел новую жизнь. Книга будет интересна ребятам младшего школьного возраста. С полным перечнем книг, представленных на выставке, вы сможете ознакомиться, посетив библиотеку. До новых встреч!